Приветствую вас, давайте разберем вопрос, который вы задаете. Суть вопроса в том, что человек называет себя открытым, человек называет себя жизнерадостным, но при этом говорит, что петь и танцевать как для кого-то, так и, я так понял, для мужа, вот, у него не получается, вот. То есть здесь идет очень серьезное стеснение и не помогает, в общем-то, запись на танцы, не помогает запись на вокал-вокал, то есть так или иначе идет блок. Вот это очень важный, как мне кажется, момент. Вот. То есть это момент связанный с тем, что вы боитесь оценки достаточно сильно. И это наводит на мысль о том, что ваша такая открытость, ваша жизнерадостность, в принципе, может быть результатом такой вот психологической защиты. То есть вы можете через такую вот чрезмерную, да, открытость, чрезмерную активность, значит, пытаться купировать внутри себя некий такой вот страх, некую такую неуверенность в, собственно, в себе. Вот. Вот вы пишете, да, я безымно стесняюсь, значит, петь, танцевать, играть на людей. Это меня вводит в супор. Потому что для меня быть стеснительным авиатором. То есть здесь что у нас? Здесь у нас довольно, получается, сложные и довольно, получается, непростые отношения со стеснительностью. Дело в том, что, ну, быть стеснительным, да, быть стеснительным, испытывать стеснение, неплохо, это нормально. Если для вас это моветон, значит, вы изо всех сил пытаетесь не быть стеснительным. А это, в свою очередь, уже наводит на определенные, как я и сказал, мысли. На определенные мысли, касающиеся как раз таки истории о том, что для вас означает быть стеснительным. И с точки зрения того, что с этим делать, я бы, конечно, предложил в первую очередь психотерапию. А во вторую очередь я бы хотел поисследовать подробнее, поисследовать вот то, что с вами непосредственно происходит, когда вы стесняетесь. То есть, ну, в этом смысле, да, что вы чувствуете, когда стесняетесь, что с вами происходит, когда вы стесняетесь, о чем вы думаете, чего опасаетесь. То есть здесь, в принципе, на мой взгляд, при желании не так сложно будет найти и увидеть то, с чем у вас это связано. То есть при желании не так сложно будет увидеть основания для того, чтобы вы испытывали стеснение. Вот когда вы это увидите, вы сможете увидеть и свой внутренний конфликт, свою проблематику, прожить его, заметить то, чего вам хочется, выразить это. И, возможно, как-то подкорректировать свое поведение, возможно, где-то изменить его, возможно, внести какие-то, ну, какие-то изменения во взаимодействие с другими людьми. То есть в этом смысле это определенная такая вот психотерапевтическая работа, которую необходимо выполнить, которой необходимо провести работа по узнаванию себя, по исследованию себя. Вот. Как-то так. Я думаю, можно вам ответить на вопрос. Надеюсь, что это было полезно и интересно. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь. Продолжение следует...